А Вероника у нас разбирает вопросы, которые поступают на наш сайт, на нашу группу Facebook. Вероника, расскажи, пожалуйста, что за вопрос, который мучает, так мучает людей? Да, что за вопрос? Связан он с режимами. Режимы, да, режимы, по которым мы можем подать на убежище. Всего режимов у нас бывает два, это территориальные и дипломатические. Вот, если вы находитесь в Соединенных Штатах, если у вас какой-то адвокат американский вам делает кейс на политубежище, если вы въехали в страну и делаете это внутри страны, это может быть виза, это может быть транзитный проезд, это значит, что вы подаете на убежище по территориальному режиму. То есть, если вы находитесь в своей стране и обращаетесь в дипмиссию посольства страны, в которую вы хотите эмигрировать, но находясь у себя, это называется дипломатический режим въезда. Сейчас в данный момент на 120 дней ограничен прием беженцев в Америке. Трампа, знаешь, да? Вот, как раз Трамп ограничил дипломатический режим относительно приема беженцев из других стран. Территориальный режим у нас бывает, формируется таким образом, то есть человек въезжает по визе, он имеет, если говорить по Соединенные Штаты, 6 месяцев легально, остальные 6 уже нелегально, то есть фактически 12 месяцев для того, чтобы подать на политубежище. У нас бывает три направления, по которым человек может это сделать. Первое направление – это политика, то есть когда права гражданина нарушаются в связи с его политическими убеждениями. Второй вариант – это религия, то есть когда идет фактор дискриминации, связанной с религией, связанной с верой. Человеку не дают участвовать в миссионерских деятельностях, его права нарушаются. То есть если взять Российскую Федерацию, даже тот же самый закон на яровой, он как раз направлен на то, чтобы ограничить действия религиозных общин в России. Третий вариант – это ЛГБТ, то есть сексуальная ориентация, когда права человека нарушаются в этой области. Это же опять же может быть дискриминация, это могут быть оскорбления. Значит, формируется кейс, выбирается одно из трех направлений. В этом кейсе должно быть достаточное количество эпизодов для того, чтобы он выиграл. Этот кейс состоит из истории. История готовится, история переводится на английский язык, история вычитывается юристом. По истории готовится заключение. Эта история состоит из записательной части, так называемой вводной части, потом дальше полностью вся история и заключительная часть. Дальше в кейс вшиваются свидетельские показания. Это могут быть показания родственников, знакомых или тех, кто участвовал с вами в этих организациях. Дальше в кейс включаются СМИ и отчеты правозащитных организаций. Обычно мы используем три правозащитные организации с мировым именем. То есть то, что происходит в вашей стране, естественно, это отражается в СМИ. Есть те, кто все это фиксирует и систематизирует. Вот эту информацию мы вшиваем в кейс. Дальше прикладываются формы, их всего две. И ваш кейс отправляется, вы подписываете, и ваш кейс отправляется в сервис иммиграции гражданства по почте, куда, зависит от штата, город, в который входит. То есть все зависит от штата и также сроки. Обычно, если говорить про Нью-Йорк, там рассматривается за где-то полтора-два года, в других штатах дольше. То есть если взять Калифорнию, это самый такой рекордсмен по рассмотрению заявлений на беженство, на убежище. В этот самый момент вы находитесь в статусе ожидающего. Вы имеете право через 150 дней получить social security номер, что в основном люди и делают. Вы получаете разрешение на работу, можете спокойно работать, можете учиться. Если у вас доход ниже минимума, вы можете пользоваться бесплатной медицинской страховкой, что в принципе люди и делают. Вот это вариант, по которому вы едете за границу, называется территориальный. То есть вы можете, допустим, если говорить про Европу, в ту же самую Германию, есть специальные отделы, которые занимаются беженцами. Вы приезжаете туда, у вас кейс на руках, вы говорите заветное слово, и фактически дальше вас перемещают в лагерь, по вам заводят дело, ну а дальше уже ваше дело рассматривается. В общем, итог, вы оказываетесь на интервью, дальше же либо защищаете свой кейс, либо если он у вас не очень хорошо подготовленный, что часто бывает с американскими адвокатами, которые фактически отбрасывают в кейс и все, кроме отчетов правосвященных организаций. Люди получают отказ и дальше к ним же идут, и они их там протаскивают по судам, по первой станции, по второй, ну и так далее. Все это стоит денег, мы до этого людей, своих клиентов не довольны. Вот это как бы первый вариант. Второй вариант – это дипломатические. Если вы подаете, допустим, в Российской Федерации, и вы родились в СССР, то есть вы выходите из СССР, у вас есть родственники в Соединенных Штатах, вы член какой-либо религиозной организации, западного толка, либо вы евреи. Вы можете спокойно использовать поправку Лаутенберга, которая продляется каждый год. В 2017 году ее еще не продали, но я надеюсь, что это произойдет. Мы держим руку на пульсе. От ваших родственников Соединенных Штатов достаточно петицию о родстве, и после этого вы въедете в США уже в статусе беженца по поправке Лаутенберга. Это в дальнейшем приведет к вам в Геймкарте. Если же у вас родственников нет, такое тоже бывает, вы въезжаете в США также по дипломатическому режиму, но в статусе пароля в общественных интересах. Это статус по документам, фактически то же самое, что поправка Лаутенберга, с единственным ограничением. То есть вам в течение 4 месяцев после того, как по вам принято предварительное решение, необходимо в США найти спонсоров, которые заполнят суппорт, форму, поддержку. К этой форме прикладывается налоговая декларация, к ней же прикладывается отчетность, ваша банковская отчетность. Это может быть человек, физическое лицо, это может быть юридическое лицо, это может быть церковная община, это может быть компания. После того, как вы нашли инвестора, вы проходите медицинскую комиссию. Это аналог то же самое, что когда человек выбирает Геймкарту. Получаете статус пароля в общественных интересах, въезжаете в Соединенные Штаты, ну и дальше уже все то же самое, как и при территориальном режиме въезда. И в первом и во втором случае необходимо иметь сильный, юридически оформленный, грамотно оформленный кейс. И в первом и во втором случае должно быть достаточное количество эпизодов, чтобы тот человек, который вас будет фактически интервьюировать, взял ваши бумаги и увидел, что да, здесь действительно есть нарушение прав, мы говорим о декларации о правах человека, нарушение прав человека, да, здесь действительно есть насилие, да, здесь действительно есть дискриминация и угроза. Такое тоже бывает. Если это есть, ваш кейс выигрышный, вы можете въехать. Для многих граждан СНГ сейчас очень сложно получить визу, особенно если речь идет об Азербайджане и Кыргызстане. Мы предлагаем программу, по которой помогаем людям оформить российское гражданство и уже имея российское гражданство, въехать на острова. То есть фактически это тот же самый режим, территориальный режим, только вы въезжаете не сразу на материк, а вы сначала оказываетесь на островах. Весь процесс тот же самый. То есть также будет подача в калифорнийском сервисе иммиграции гражданства, будет время ожидания, в этот момент вы можете получить social security номер, разрешение на работу, весь пакет документов, и после этого ехать на материк уже легализовано. Это иногда даже бывает по времени быстрее, чем подготовка к визе. Я надеюсь, я ответил на вопрос. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт USADeficeVisa.com Как раз вопросы, связанные с режимами территориальные и дипломатические, и три направления политика, религии и ЛГБТ, очень, прям в полном объеме рассматриваются на нашем новом сайте migrantdeficelawyer.com В ближайшее время он запускается, там будут все подробности, как это делается, как готовится кейс, как он подается, каким образом он рассматривается, какие документы вы получаете по пути. Все это можно будет посмотреть на нашем сайте. Всем всего доброго, пока.